Лучше не бывает, 1997 года и великолепный Джек Николсон в главной роли, ну и конечно же Харлин Хант, этот дуэт нам великолепен, известен, также Грэн Гринер, Его Гудей Младший, Скит Уиррил, Шерли Ханн, Нар, Яндрис Минт, Лупе, Антивирс и другие интересные актеры, режиссер Джеймс Лебрукс, ребята, этот дядька не зря улыбался, потому что у него в портфолио много достойных фильмов. Ну что, мы в 97-м, это Грэд Ревью, мы вспоминаем великолепные фильмы, бюджет в 50 миллионов, Бакинский, сборы совершенно на 148 миллионов, сборы в мире с 314 миллионов, зрителей только в Америке было 31 миллион, премьера в России 11 апреля 98-го от Каскадфилм, ну а премьера в мире 6 декабря 97-го был релиз на DVD 4 июня 98-го от Колумбия Сони, релиз на Blu-ray 23 апреля 2013-го от Колумбия Сони, и между прочим, победитель Золотой Глобус, как лучший фильм комедии или мюзикл, и лучшая мужская роль, лучшая женская роль. Мелвин Адалл, психически неуравновешенный, эксцентричный писатель, ну, человек, ненавидит буквально всех вокруг. Из-за своего странного убеждения он одинок, и часто попадает в комические ситуации. Но неожиданно его уединение нарушается. Кто бы, кто бы мог подумать, Мелвину приходится ухаживать за соседской собакой? What? И незаметно для себя он учится у нее доброте и преданности. За стеной собственного равнодушия ему открывается прекрасный мир человеческих чувств. Семь баллов получает эта прекрасная драма-мелодрама-комедия. Обязательно посмотрите, и ваши чувства растают, растает сердце, и вы превратитесь в такого же, как наш Грой Джейса Николсона. Добродушный человек. Лучше не бывает, мы в 97-м году, обязательным к просмотру, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Играет Ревью в Яндексе. Мы сейчас вдруг будем очень признательны, и хорошего настроения, ведь лето, лето уже совсем скоро на часах. Welcome back.